Спонсор показа – салон меха и кожи Альберто Фабиани. Королевство мягкой роскоши. Всем привет! Сегодня мы расскажем о секрете успеха Дмитрия Харатьяна в фильме «Гардемарины. Вперед!» А также о том, какие страсти могут разгореться во время семейного ужина ночью. Смотрим! Инспектор Рыбнадзора один на один в зимнем лесу с брошенным младенцем. Режиссер Павел Демит представил фильм «Находка». Сценарий он написал по однаменной повести Владимира Тендрякова. Мы все друзья и учились просто на разных факультетах, кто в Афгике, кто на высшем курсах. Мой товарищ мне помог просто найти это произведение. Когда прочитал, влюбился и вместе сели, как-то написали его первый драфт. Даже не думая о том, что это может перерасти в нечто большее. В главной роли Алексей Гуськов. Борец с браконьерами волею судьбы оказывается в таежном лесу за десятки километров от человеческого жилья. И случайно находит в зимовье брошенного новорожденного ребенка. Это реальная история, которая случилась в Вологодской области. Сам режиссер назвал картину довольно светлой. По его мнению, страдание очищает душу даже во время просмотра фильма. Съемки картины проходили в Карелии и Финляндии. На кинофестивале «Кинотавр» фильм получил приз за лучшую операторскую работу. Теперь находка попытает счастье на Амурской осени. Наталья Овсичук, Наталья Шлямова. Дневники Амурской осени. Я знаю все его песни наизусть до сих пор. И у меня мечта честно спеть с ним на сцене, если, дай бог, получится. Самое главное, что он никогда не стареет. Ну, просто любимый еще. Народный артист России Дмитрий Харатьян собрал полный зал филармонии. Вечер получился музыкально-поэтическим. Актер читал стихи Булата Куджавы и почти не расставался с гитарой. О себе Харатьян рассказывал мало, больше о других. Например, о Леониде Гайдае. Дмитрий был на открытии памятника режиссеру на его родине в Свободном. Еще с одним известным амурчанином Валерием Приемыховым он дружил. Тот называл его Митей, как когда-то дедушка Дмитрия Харатьяна. Предки Дмитрия Харатьяна были гардемаринами. Об этом артист узнал не так давно. На съемках фильма «Гардемарины вперед» артисту не шили костюмов, как другим актерам, а просто подбирали одежду по размеру в костюмерной. Так ботфорты достались от Владимира Высоцкого. Поэтому роль удалась, развел руками Дмитрий и с улыбкой добавил «Как я мог плохо сыграть». Благовещенцам артист признался, что не комплексует насчет своего возраста. Харатьяну 55. Мужчинам за 40 он посоветовал прочитать книгу Бориса Акунина «Весь мир театр» и пересмотреть свои взгляды на жизнь. Наталья Погодаева, Василий Пронькин. Дневники «Амурской осени». Спустя 20 лет разлуки они понимают, что прожили чужую жизнь. Можно ли что-то изменить? Как вернуть украденные годы? Как исправить ошибки молодости? Ответов на эти вопросы актеры не дают. Они лишь разыгрывают историю. В главных ролях Анна Большова и Егор Баринов. Семейный ужин в половине второго – пьеса российского драматурга Виталия Павлова с открытым финалом. Как поступят герои сейчас, зритель решит сам. А вот о том, что произошло 20 лет назад, рассказано подробно. Молодые люди расстались и его отправили в армию, где он чуть не погиб. Анна вышла замуж. Они увиделись на встрече выпускников через 20 лет. Молчи! Я тебя столько лет не видела. Что же ты? Я даже чайный напомню. Все, давай, давай, сядь. Сядь, сейчас, я что-нибудь хочу. Кто виноват в том, что они не остались вместе, теперь понять сложно. Родители, которые их разлучили или они сами, не пошли на компромисс, не написали друг другу, не поговорили. Спектакль понятен буквально каждому зрителю. Он о том, что каждый свой поступок нужно обдумывать и понимать всю меру ответственности. Поэтому в финале лирическая комедия достигает драматического звучания. Наталья Овсичук, Степан Юдинцев. Дневники «Амурской осени». Увы, друзья, но это последний билет на спектакль «Амурская осень». Это постановка Сергея Алдонина. Заговор по-английски. Вопрос, за какой спектакль Сергей Алдонин уже получил амурского журавля? Ответы присылайте в СМС-сообщении на указанный номер. Желаю удачи! СПОНСОР ПОКАЗА Салон меха и кожи Альберто Фабиани. Королевство мягкой роскоши. Продолжение следует...